Оплачивать так называемые больничные листы гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе теперь будут наполовину. Законодатели окружного собрания на заседании комиссии по социальной политике поддержали инициативу аппарата администрации Ниницкого округа. После принятия решения на сессии стопроцентная компенсация по бюллетеню сохранится только для отдельных категорий граждан. Сейчас больничный лист гражданским служащим и работникам бюджетной сферы в регионе оплачивают по стопроцентной системе. Например, если человек с сангиной сидит на больничном, то в своей зарплате, собственно, ничего не потеряет. В конце месяца на руки он получит привычную сумму. Половину компенсирует фонд ОМС, вторую региональная казна. От такой практики решено уходить. Данный законопроект предполагает, что это гарантия, которая сейчас существует, сохранится в неизменном виде для отдельной категории граждан. Это для тех, кто находится в отпуске по беременности родам, для тех, на боличных по беременности родам, также по уходу за ребенком и в отношении женщин, которые в состоянии беременности находятся. Для них эта гарантия остается на прежнем уровне. Для остальных гарантия будет установлена в виде 50% компенсации среднего заработка. По мнению чиновников, инициатива вполне справедлива. Если закон будет одобрен, то 50%, которое из бюджета региона недополучит тот, кто сидел на больничном, прибавят зарплате его коллеги, который, в свою очередь, выполнял чужие трудовые обязанности. Между тем, на заседании постоянной комиссии поддержали еще один важный законопроект. С помощью него депутаты намерены решать извечную проблему на селе. Это нехватка кадров. Рабочие места, в принципе, есть, но нет желающих их занять. Молодые люди, отучившись в вузах или СУЗах, не хотят трудиться в деревнях и селах. Мол, условия не те, а нам бы жилье комфортное. И для того, чтобы привлечь молодых специалистов в сельские населенные пункты, предлагается принять данный законопроект, который предусматривает предоставление общежитий, принадлежащих Ненинскому автономному округу, молодым людям до 30 лет, которые окончили образовательные учреждения, высшие или профессиональные, на три года, которые не имеют жилых помещений в сельских населенных пунктах. Пока, правда, непонятно, как реализовать данную идею. Ведь пустующих общежитий в регионе, по сути, нет. А строить – дело дорогое. По мнению депутатов, этот законопроект будет принят с перспективой на будущее. Олег Котанзийский, Вадим Стасюк, Телекон.